Конкурс педагогического мастерства всегда яркое, запоминающееся событие. С таких слов начал приветственную речь в адрес конкурсантов глава района, заверив, что все, кто принял участие, уже являются победителями. Участников первого этапа и полуфиналистов наградили благодарностями и памятными подарками. Лучший педагог года у нас проходит 20-й раз в Ленинском районе, говорит о многом. То есть это отличная форма для того, чтобы все вместе учителям выработать общую позицию, выработать лучшие направления работы, лучшие идеи, собрать их воедино и потом применить уже свои профессиональные деятельности. Конкурс педагог года – показатель того, что учителя Ленинского района заботятся о великом будущем нашей страны. Слова, сказанные начальником управления образования Ольга Титова, возможно, громкие, но истинные. Именно в школьном образовании лежит основа всех будущих знаний и достижений человека. Конкурс – это всегда время, которое каждому участвующему дает возможность понять, что я могу, где я преуспел, а где мне еще нужно подтянуться. Финальные состязания состояли из нескольких этапов. Я вчера, сегодня, завтра. Тему последнего этапа конкурса участницы попытались раскрыть еще до выхода на сцену в подготовленных выставочных работах. Фотографии, портфолио, видеопрезентации – в каждом экспонате часть жизни под названием «Школа». Оцениваю по самому высокому, наверное, баллу. Эта выставка, вы знаете, она более современная, более раскрытая, очень много информации. Молодцы все конкурсанты, что показали свои награды. Ну, это действительно гордость нашего района. А на сцене финалистки старались доказать, что их предмет самый интересный. По словам Маргариты Лазовской, учителя химии из Володарской школы, химия – очень творческий предмет. В работе стало просто больше творческого, креативного такого подхода. То есть я стала смотреть с каким-то новым взглядом каким-то. Несмотря даже на мой такой серьезный предмет химии, я поняла, что творчество, креатива и игры может быть гораздо больше, чем обычно я использую. Ирину Чугину, учителя начальных классов из развилки, на сцене поддерживали ее ученики. Неспроста об учителе младших классов говорят «вторая мама». Именно перед ними лежит задача сделать вместе с малышами-семилетками первые шаги по школьной взрослой жизни. Подопечные Ирины Владимировны уверены, их учитель достоин звания лучшего. С самого начала этого конкурса она трудилась, не прикладая рук. Мы все ей, конечно же, помогали. Она, думаю, действительно хороший педагог. Конкурсы профессионального мастерства помогают их участникам раскрывать в себе новые таланты и возможности. Возможно, до этого и не пела на сцене, а здесь, смотрите, поет и как. Возможно, и не танцевала на публику, а сами видите, отплясывает от души. Каждая в душе актриса, как, к примеру, Татьяна Кондратьева, учитель математики Видновской гимназии. Перевоплощаясь в героинь разных поколений, своим выступлением она покорила жюри и зрителей. И в итоге заслуженно заняла первое место. Она очень хороший педагог, ее все ученики очень любят. Сама она очень хороший человек, сама по себе. Добрый, отзывчивый. Добрый, хороший. Просто слов нет даже. Для каждого человека школа – это огромная часть жизни. Не будут ли эти годы потраченными впустую? Зависит от наших учителей, от их профессионализма, личной заинтересованности и любви к своим ученикам. Татьяна Брылова, Александр Ильин и Елена Кошлева. Видное ТВ. Кто, если не мы, единственная команда? Кто, если не мы, науки пропаганды?